Друзья, наверное всем известно, что автомобили уже много лет проектируются не только для удобства передвижения, но еще и с целью постоянного вытягивания денег из кармана водителей. Ну а точнее есть детали, которые имеют запланированное короткое время работы. Это относится к разным запчастям автомобиля, но сегодня рассмотрим самое заменяемое, точнее подвеску. Ну а также покажу, как можно адаптировать их под наши условия эксплуатации, чтобы они стали просто неубиваемыми. С нашими дорогами эти чудо-запчасти бывают выходят из строя уже через неделю эксплуатации. Ну а какие-то даже не успеваем установить. Но не будем о частных случаях, рассмотрим общее. Например, шаровые опоры и наконечники. Данные детали, помимо ударных нагрузок, подвержены еще и коррозии. Ну а в сочетании с активным движением, эти детали становятся быстро стираемыми, скрипучими, брякающими, ну и отваливающимися. Что в ходе эксплуатации очень печально. А если вспомнить старые подобные детали, когда все еще делались на века, то практически все они комплектовались так называемыми товотницами. И с какой-то периодичностью можно было заменить или добавить новые смазки в деталь, от чего она служила и служила. Но производителям, видимо, показалось это экономически невыгодно. И они убрали такую возможность. А на каких-то авто, чтобы заменить шаровую, нужно заменить весь рычаг. Ну вообще классная идея. Скоро, наверное, и на двигателе сливной и заливной пробки не будет, и масло пойдет на весь срок эксплуатации. Ну то есть тысяч на пятьдесят. А потом просто меняете весь агрегат и все. Ну это ладно, наша задача вернуться в прошлое. А точнее взять с него то, что помогало служить деталям намного дольше. И к счастью, на Алиэкспресс продаются вот такие вот пресс-масленки. Всяких разных вариантов. В том числе шприцы, которые стоят там, по сути, копейки. Наша задача приспособить эти товотницы к рулевым наконечникам, ну либо к шаровым. По сути, можно сделать отверстие на задней крышке. Но в таком случае не получится качественно нарезать резьбу. Потому что шар находится тут очень близко. Ну, по крайней мере, на наконечниках. С какими-то шаровыми это проканает. Ну а наконечники лучше сверлить сбоку. Потом можно пройти специальным тупым сверлом, чтобы подойти вплотную к шару. Ну а далее нарезаем резьбу. Затем мажем товотницу стоп-резьбой, ну либо анаэробным герметиком, как в моем случае. И устанавливаем ее на свое новое место. Таким образом, всего за 30 рублей мы сделали из обычного наконечника обслуживаемый. Который, в принципе, будет работать уже намного дольше. Сейчас мы можем каждое ТО добавлять в эти детали новую смазку. Что сделает подвеску бесшумной и долговечной. Какую смазку лучше использовать? Если что, смотрите на канале. Мы уже делали их тесты. Помимо шаровых и рулевых наконечников, с нашими дорогами очень часто выходят из строя стойки стабилизатора, которые вот такого плана. То есть у многих водителей они начинают стучать уже до 50 тысяч пробега. Устройство их довольно простое. Это подвижные металлические шары в пластиковых обоймах. Закрепленные на разных концах тяги, которые бывают, собственно, разной длины. Их задача закреплять стабилизатор поперечной устойчивости к стойкам или рычагам. Если кто не знает, стабилизатор нужен для того, чтобы машина не наклоняла в поворотах. И тем самым получается более четкая выправляемость. А еще, что я сам лично замечал, на неровной дороге он смягчает работу подвески. Удерживая и частично ее балансируя. Но вот минус в том, что эти пластиковые обоймы очень быстро разбивают и начинается стук. Казалось бы, детали копеечные, да и меняются не так сложно. Но вот после заводских эти недодетали начинают выходить из строя практически каждую замену масла. Так что приятного в этом все-таки мало. Кстати, если у вас не получается открутить гайку, то есть начинает вращаться сам шар, то зафиксировать его можно с помощью сварочных зажимов. То есть подбираете размер, защелкиваете его здесь и спокойно откручиваете. На каких-то стойках стабилизатора есть специальные проточки, чтобы цеплять ключ. Но какие-то просто круглые. Так что тут выручат сварочные зажимы. Имейте это в виду. Почему они так быстро выходят из строя? Дело в том, что конструкция у них очень жесткая. И они практически не выдерживают ударные нагрузки. То есть движение по ямам и кочкам. Но у нас их хватает. Но есть и другие варианты стоек. Например, вот такие. Они уже практически не ломаются. Ну, либо вот такие. Тут тоже ломаться практически нечему. Мне кажется, это достоинство Автоваза, которое назвали яйцами. Вот так вот звенят яйца Автоваза. Сейчас вы видели все. Их преимущество в том, что тут нет жестких пальцев. А вместо них сделаны обычные резиновые втулки. Соответственно, они очень хорошо гасят все удары. И в тот же момент полноценно выполняют функцию подвижного крепления стабилизатора к рычагам подвески. К сожалению, целиком такую стойку не поставить вместо этой, так как она должна быть более подвижная. Но целиком, в принципе, и не нужно. Нам достаточно только с одной стороны установить один блок, который бы гасил ударные нагрузки. И, соответственно, один шар бы уже не разбивало. Для этого возьмем не пластиковую стойку, а обычную металлическую. Отметим нужный нам размер и отрежем ту и другую. Получилось как-то так. Осталось все это дело сварить. Тут, в принципе, сложного ничего нет. Главное, быстро ее охолодить, чтобы не сжечь резину. Ну, в общем, почти готово. Ну, а еще ее нужно покрасить, иначе работать точно не будет. Ну, вот такой вариант ставить уже не стыдно. И, как говорят многие водители, данных стоек хватит уже на неопределенный срок. Ну, то есть, поставил и забыл. Кто-то собирает стойки стабилизатора из рулевых наконечников. Они в десятки раз прочнее, и, соответственно, такая конструкция служит намного дольше. Однако, такое решение будет уже значительно дороже. Да и данная конструкция очень тяжелая, что, скорее всего, повлияет на характеристики подвески. Так что, данный способ, конечно, на любителя. Мне лично больше нравится первый вариант. В общем, берите такую информацию на заметку и пользуйтесь. Ну, а если вам интересны подобные темы с доработками автомобилей, то ставьте палец вверх. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а с вами был Денис Механик. Спасибо за внимание. И пока.